Я думаю, будут интересны дебаты политиков, которые у нас активно переписывают, спорят, даже иной раз ругаются в социальных сетях. Вчера было предложение руководителя партии ветеранов России Сергея Анатольевича Бедвина Ли. Он приглашает на дебаты руководителя Единой России. Поопонировать на вопросы, а потом сказать о своем. Вот вы спрашиваете, кто мы. Есть два варианта. Даже не два варианта, а с юридической точки зрения. Есть человек и гражданин. У человека свои обязанности, у гражданина другие обязанности. Вы правильно говорите, кто мы. Я сам не знаю, кто мы. Хотя я знаю, что я человек, и до сегодняшнего дня я всегда считал, что человек, который чувствовал собственного достоинства, справедливость и совесть. Но я не ощущаю то, что ко мне, как к человеку, относится. Относится власть. Я говорю местную власть. Иван Федосович говорил за раздрай во властных структурах. Но этот раздрай есть и среди, вот вы правильно сделали, среди общественности партии и общественных организаций. Эмоции, амбиции, они, конечно, преобладают и берут свою веру. Вот Иван Федосович, я согласен, что, да, Шишкин сегодня собирал председателей партий парламентских. А мое мнение относительно парламентских партий, всех подставку к чертовой матери эту Госдуму. Как вредители. Мы уже проходили в Украине, это Верховная Рада была, которая гражданскую войну нам устроила. И на сегодняшний день Единая Россия, вот вы знаете, я говорю на экран, вот я как полицейский, реально. Принимают законы не для человека, не для гражданина. В дискуссионном клубе должны присутствовать представители власти, и законодательные, и исполнительные, и депутаты. Которые на сегодняшний день, к сожалению, управляют городом. Пишут нам законы, непонятно какие, и все остальное. У нас здесь пусть мало, да, единицы в Севастополе. Вот скажите, кто верит в то, что губернатор избранный, это уже другой вопрос, каким образом, овсяников и правительство Севастополя способны улучшить в самом прямом смысле жизнь севастопольцев и города. Есть такие? Поднимите руку. Я не вижу. А кто верит в то, что законодательное собрание наше, Севастополя, представляет наши интересы, делает все, что от них зависит, в полной мощи, отрабатывает, да. Есть такие люди, кто это верит. И вот вы предлагаете их, ну вот один человек уже хорошо. Я не говорю, что полностью все, но в основном, да. Ну, я закончил, хорошо. Вот как мы можем посадить эти две стороны, чтобы они между собой договорились. Ну, даже, предположим, они договорятся, но они же лучше не сделают ничего. Одна сторона ничего для нас не сделает, и вторая сторона ничего не сделает. Я поздравляю партию, мы очень много сделали, я вот взял с собой ответы, которые мы делали запрос. Вот, вот предприниматели, с вашего позволения, вот мы тут коснулись, да, я быстренько зачитаю. Это что мне пишет Пономарев? Ну, вот что, мы пишем под предпринимателем. Вот мы говорим, что у нас предприниматели, да, и они уничтожены. Вы говорите, севастопольцев после великой техники, ну, после освобождения осталось 4 тысячи. Никто не задавался, сколько севастопольцев сегодня осталось по сравнению с 2014 годом. Я делал договорную записку, залез в интернет, хотел сделать сравнение, да. Вы знаете, что я нашел? Во всех сессиях массовой информации у нас оказывается в 2014 году, 2014 году, было, я совру на 3 тысячи, плюс-минус, не помню, 343 или 346 тысячи. Насколько я помню, я разговаривал с Алтабаевой, обсуждал этот вопрос, нас было 428 тысячи в 2014 году. Почему во всех сессиях массовой информации 343 или 346? Ну, зато в 2018 году 446, ну, опять же, плюс-минус 3 тысячи. Что это такое? Кто мне может объяснить? Давайте мы реально, мы делали опрос в течение полугода, межусобочек, да, вот так сидели. Как вы думаете, сколько сегодня в Севастополе осталось населения? От 428 тысяч, я не говорю о приезжем, да? Нет. Все ясно. Вопрос был другой. Где-то 1250 в среднем. Кореново меньше. Да еще меньше. Ну, теперь посчитайте, из 250 тысяч пенсионеров, ветеранов у нас сколько, 1150 было, да, там, детей 1050 и тысяч, ну, это грубо считаю, это так. И 1050 осталось, ну, взрослого населения, работоспособного. А где все остальные? А население-то миллион. До чего мы дошли? Еще ребенок, вот сегодня родился ребенок, на него уже считают, а миллион 30, ну, пусть миллион, да? Взяли наше доблестное городское хозяйство, посчитали, сколько вывозится мусора, да? Поделили, миллион вывозит, поделили на тех, кто здесь прописан живет. Это получается, что даже новорожденный инвалид и пенсионер платит за троих. Ну, а теперь я вернусь. Значит, мы поднимали вопрос, что уничтожены НТО, средний бизнес и все остальное. А нам пишут, все классно, ребята, в городе Севастополе происходит постоянный рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства. Только за 2017 год их количество выросло на 6%, а составило по состоянию на 01.01.2018 24,622 субъекта малого и среднего предпринимательства. В том числе 8 тысяч юридических лиц и 16 тысяч индивидуальных предпринимателей. Ну, мы взяли и почитали. Пусть на каждого 2 человека работает, 3, да? Средний. Ребята, извините, 30, это 60, почти 70 тысяч населения работает. Что-то у нас не сходится цифра, так сказать. Дальше идем. Субъектами малого и среднего бизнеса создаются новые рабочие места. Так, за 2017 год среднесписочная численность работников, занятых у субъектов МСП, ну, это малый и средний билет, это предпринимательство, увеличилось на 20%. И составило 38,4 тысячи человек. Дальше идем. Инвестиции в основной капитал малых предприятий 2017 года выросли на 66%, и составили 1,798,000,000. И такой-такой-такой-такой-такой бред, и 7 миллиардов тут какие-то идут. Ну, в общем, это все письма, эти же ответы идут к правительству России, мне идут, ваша их запрашивают. Я понимаю, что это бред, я не могу возразить. Я к чему это все говорю? Я не хочу, чтобы в Севастополе эти люди управляли городом. Более того, не то, что я, мы, наша партия, нас пусть мало, нету Бориса Медведевича Колесника, который кричит, что у него там партия большая, там мертвые души. У нас есть кто с лишним человек, но это те, которые есть, реально. Я не хочу, чтобы это правительство управляло городом. Я против, я наоборот, и мы наоборот выступаем за то, чтобы у Севастополе пошел в отставку вместе с правительством. Далее, законодательное собрание тоже. Зовет Борис Медведевича Колесникова. Я бы тоже многих людей хотел бы пригласить, и в открытую, чтобы мы не в интернете грязью друг друга поливали, а в открытую, при свидетелях, как говорится, на дискуссионном клубе, чтобы это как бы, как в спорте называется, два противника, стали на другом другом, и со своими аргументами пытались доказать свою точку зрения. Вот, чтобы это, что как-то цивилизованным путем. Потому что в данном случае мы уходим, ну, все больше и больше бьем этого стекла, которое они склеили, и переходим уже на личности, на личностные оскорбления, вот после чего, как бы, говорить громкими лозунгами, что мы севастопольцы хотим для чего-то объединиться, ну, достаточно трудно. Вот, это, как бы, в рамках этого клуба мы попытаемся реализовывать. Естественно, я надеюсь, на следующих клубах будут другие темы, там все, и мы обязательно, Иван Кузнецович, обещаем, официально отправим в законодательное собрание и правительство. Если они, вот Борис Дмитриевич, я еще не разговариваю, он четыре раза не придет, то есть, ну, тут политические партии, общественники, ну, бывают обстоятельства, там, мероприятие, заболел, подскользнулся. Если он четыре, пять, шесть раз не придет, то можно сделать вывод, открыто встать. Вот вы, Сергей Анатольевич, скажете, боимся партии власти к открытому диалогу с общественностью города Севастополя. Я вот хочу что сказать. Большое спасибо. Вот сейчас, например, уже вот сердце, которое у меня обледенело за счет того, что у нас сейчас два вражеских лучевых славя, и весь город у нас наблюдают за этим. Вот спасибо большое, Сергей Анатольевич, что вот действительно немножко растопил сердце, что вот у нас есть... Мы этого практически сейчас не знаем. Мы только читаем, эти то сказали, это другое сказали, тянули сюда весь Севастополь, с одной стороны, сзади нас грабят Севастополь, впереди нас оскорбляют. Единственная просьба, вот сейчас, если начал информер как бы опекать вот эту площадку, пожалуйста, обязательно показывайте все вот эти документы, как вы боретесь за город наш, потому что город думает, что его оставили. Потому что если набирает наглостью уже наш губернатор называть Севастопольскую оборону, которая стояла с истоков, которая, да, это самое, на всех блокпостах ее называют ОПГ, простите меня тогда, и вот, наконец, вот этот вот свет теплоты услышала я, я думала, все, забыли город наш, все, сдали. Сдали мошенникам, сдали ворам, сдали непонятно каким-то туристам, которые сюда заходят, не знают город, ломают его через колено, оскорбляют пенсионеров, хотят на горбу выехать, с этой медициной что попало, рука отнялась, рука не работает уже больше месяца, пошла, хотела к невропатологу попасть. Вы знаете, когда мне сказали, попаду я? После 15 января, вот, и поэтому я очень прошу вот такие, вот сейчас, если появилась эта площадка, если информер решил, надо приглашать, конечно, и другие, но в первую очередь.